Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Что это? Вот это линия горизонта? Нет, это... Это как он так летит? Настолько падает? Это гора, это гора, там такая плата, да, и вот мы мимо этого плата пролетали. И вот здесь вот... Давай, представь, а ты прям и поглядешь. Давай, давай, я покажу. Это, смотрите, видите автоматчик? Дело в том, что когда вы вышли на землю Франца Иосифа, там есть белые медведи. Чтобы нас белые медведи не постреляли, у нас было три охранника, которые стояли по периметру и следили, чтобы они к нам в гости не пришли. Безусловно, если бы мишки пришли, они бы в них не стали стрелять. Там есть... Они стреляют сначала в воздух, потом стреляют рядом с ними, чтобы брызги камней попали в медведя. После этого, если уж ничего не помогает, у них есть светошумовые гранаты. Тут мишка точно убегает. Давай дальше. Это вот сама земля Франца Иосифа, это наша самая северная территория нашей страны. Вот она выглядит вот так вот. Там северное солнце с большим количеством лучей, мох... Что такое северное солнце с большим... Вот так оно и выглядит. Да, оно выглядит. Мультяшное солнце. Оно улыбается там, да? С этого рисуют. Да, да, да. Давай дальше посмотрим, что там. А, это вот ладоша лопасть. Вот видите, это остатки Кайра. А, это самая птица. Кайра, да. Птица называется Кайра. Это маленькая птичка, очень похожая на пингвина, только она летает. Пингвин у нас на южном полюсе, а на северном полюсе Кайра. Солнце улыбается, пингвины летают, все нормально. Да, вот вы никогда не догадаетесь, но вот это вот два часа ночи. Да ладно. Это два часа ночи, это полярный день, да, тут все время светит солнце, и виды вообще невероятные. Да, 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 где гитара себе, где гитара? Ну, ему вот коктейля не хватает, и он такой, привет! Гитару сняли в фотографии, чтобы смущать зрителей. Давай посмотрим. Это вот фотография, видите, какой лед. Лед был трехметровый, и естественно, он голубой, потому что вы знаете, что... Океан, вы смотрите на океан, он же голубого цвета, а если в ладошке воду набрать, то она прозрачная, белая. Дело в том, что воды есть свойство, когда большое количество воды, она становится голубого цвета. Слушай, ну... Так же и лед, лед голубой. Ух, красиво как. Слушай, а вот на ледоколе сквозь льды, это вообще каково идти? Ощущение примерно такое, как на уазике едешь по просилочной дороге, либо по отскал. То есть там не качает, но там трясет постоянно. То есть когда ледокол врезается в этот лед, его весь трясет, весь корпус. Причем льды иногда бывают очень толстые, и ледокол с первого раза не может проскочить. Тогда вот видите, мы не сперлись, мы отошли назад, разогнались, и бьем, причем не по своему следу, а бьем обязательно рядом, для того, чтобы ледина могла куда-то отколоться. Да, ей нужна белая простая вода. А это нас выпустили на лед, да, то есть у нас ледокол сломался, мы целые сумки стояли, да. Причем сломался в 100 километрах от полюса, мы не дошли буквально вот чуть-чуть. Но нас выпустили на лед, мы вот по льду тут походили, ледокол пофотографировали, можно там еще следующее посмотреть. Слушай, подожди, я так понял, что это вот регулярно у тебя происходит, и большая часть твоей жизни проходит, собственно, в каких-то путешествиях. Да, я больше, чем половина года я обычно где-то путешествую. А как тебе так удается? Это вообще что за образ жизни такой? Это образ жизни вот такой, мне просто очень нравится путешествовать, я могу... Не, ну ты что, у тебя какой-то бизнес ведешь, и его можешь бросить. Да, у меня свой бизнес, я нанял людей, которые управляют бизнесом, да. Подожди, а... Я только приезжаю и проверяю, как там они работают, хорошо или плохо. А, хорошая работа, приезжать проверяю. Не, просто у нас-то по статистике, ну, опять-таки, по недавней статистике, по-моему, что-то в России... У 13% населения существует загранпаспорта, а ты своим как раз вот мало того, что входишь в эти 13%, так еще и крайне активно этим пользуешься. Да, да, но, знаете, на самом деле я абсолютно не жалую, жизнь меня... Я доволен. А как вы думаете, в процентном соотношении работа-путешествия сколько? Ну, 50 на 50. А, 50 на 50. Я 50% в России, я здесь не отдыхаю, я все время на работе. Ну, там сложная система, у меня есть там свое планирование, я просто смотрю, чтобы планирование выполнялось. Если планирование выполняется, значит, все хорошо, я не лезу. Это, значит, голубая мечта очень многих россиян, то есть позволить себе, не знаю, придумать себе такое занятие, чтобы можно было бы не заниматься, оно занималось как-то само по себе, либо, ну, то есть, не знаю, заниматься, там, жить на Гуа и что-то там успевать делать. Это реально достичь обычному рядовому? Ну, вот я живой пример. У нас в гостях на предыдущем, не то, что в гостях, у нас сегодня в качестве соведущих Сергей Долев, полярный блогер и профессиональным путешественником тебя можно назвать? Вы знаете, когда говорят профессиональный путешественник, то у меня в голове... Что ты зарабатываешь? ...говорят Афанасий Никитин, знаете, Миклуха Маклай. У меня язык не поворачивается ставить себя в один ряд с этими людьми. Нет, меня нельзя назвать профессиональным путешественником. Окей, подожди. Профессиональный турист, можно сказать? Я не люблю слово турист. Я просто человек, который познает мир. В меру своего интереса. А, человек, который профессионально познает мир. Нет, когда человек делает что-то профессионально, он за это получает деньги. Я за это деньги плачу. Поэтому я это делаю не профессионально, а на любительском уровне. Ну, а никогда, ну, я так понимаю, что ты человек с бизнес-складом ума, раз у тебя такой хорошо налаженный бизнес здесь у нас. Но этим же реально можно же. Мало того, что просто познавать мир, никогда не пытался как-то конвертировать вот эту свою страсть к путешествию. Зарабатывать на путешествиях очень сложно, потому что это безумно дорогое дело, да, то есть путешествовать, все эти перелеты, гостиницы, вся логистика и так далее. А как ты на нем будешь зарабатывать? Ну, есть только телепередача. Вот Артемий Лебедев ездит, у него там 5000 евро стоит на его машине разместить маленький логотипчик. Да, я знаю. Ну, безусловно, да. А ты у себя где-нибудь на щечке здесь там? Ну, и фотографии думал об этом? Нет, ну, я безусловно об этом думал, потому что увлечение достаточно дорогое, дорого-звучающее, да. Часто, да, я тоже нахожу каких-то спонсоров, я не знаю, еще кого-то, ну, людей, которые приглашают в поездки, и езжу в такие поездки в том числе. Вот, значит, у нас реклама Сергей Доля ищет спонсора. Возьми, а где последний раз был? Слушай, я вчера вернулся с Тибета, это малый Тибет. Малый Тибет, это не тот, который со стороны Китая. Да, там есть два Тибета. Есть Тибет, который со стороны Китая, это нормальный Тибет. Есть малый Тибет, это со стороны Индии. Там есть пара фотографий. Ты их найди, там они, значит, начинаются после... Вот где КХ, это уже Тибет. Я понял. Да. Идея в чем, что там достаточно высоко, в малом Тибете. Мы тогда прилетели в город Ле, на высоту сразу 3 500. И надо там 4... И дальше должны были идти выше, на 4 500 и 4 800. И для этого мы три дня должны были акклиматизироваться. И вот в течение трех дней мы там сидели в этом Ле, акклиматизировались. Все чувствовали себя прекрасно и решили сделать одну большую глупость. Там рядом с этим городом Ле есть самый высокий перевал с автомобильной дорогой в мире. Он занесен в книгу рекордов Гиннесса. Там высота 5 600. И мы подумали, ну, мы там нормально все себя чувствуем. На фотках он, да? Да, да, да. И вот как раз мы едем вот по этой дороге, там реально страшная дорога. Туда грунтовка идет узкая, с грузовиками разъезжаться очень страшно. Слушай, ну... А это самый высокогорный туалет в мире, между прочим. Такая же в книге рекордов Гиннесса. Он тоже есть в книге рекордов Гиннесса, да? Он выпадает осадками на нижней территории. Слушай, а это там вопрос такой. Я увлекся фотографией, наверное, 3,5, может быть, 4 года назад. До этого я вообще не умел фотографировать. Ни на какие курсы не ходил. Максимум, что я делаю, я покупал книжки известных фотографов, где написано, как какую фотографию они сняли. И я смотрел и думал, вау, вот я вот буду, когда вот такую картинку увижу, вот такие настройки надо сделать. Я просто к чему спросил. Я в Тибете тоже заносила меня судьба. Я тоже делал фотографии, а можно на плазму? И у тебя как, ну, у человека куда более, да, более профессионального фото, чем я, хотел поинтересоваться. Ну, вот, собственно, тоже, тоже Тибет. Ну, это не профессиональный камень? Ну, как, ну, так, ну, да, не очень. Это значит, это не мои фотографии? А? Это не мои фотографии. Это мои фотографии. Я был, я просто хотел, чтобы ты оценил как профессионал. Вот такие вот. Хорошие фотографии. Ну, вот тут можно говорить про каждую фотографию, но, безусловно, на мониторе не так хорошо видно. Ну, да, ну, просто какое-то свое мнение. Но очень красивая фотография. Смотри. Ну, если мы говорим о фотографии, да, вот если просто говорить о построении фотографии, есть, так называемые, правила третей. То есть, если у вас есть горизонт, он никогда не должен быть посередине кадра. То есть, он должен быть либо здесь, либо здесь. Но это я интуитивно понимаю. Если у вас есть основной человек, человека тоже никогда не надо ставить в центр кадра. Надо обязательно его поставить либо сюда, либо сместить туда. У тебя здесь все с точки зрения этой правильно. Ну, пейзажи вроде... Пейзажи очень красивые, вот это очень красивые. Тибет это, знаешь. Да, да, да. То есть, ну, не... Ты отличный фотограф, конечно. Все, ну, очень-очень красивый кадр. Да, 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 все, все есть, и движение. Я вот как-то с другом ездил. Доброе пить, нет? С другом ездил. Молодец. Семь лет в Тибете. Отличная операрственная работа. Да, да, да. Да, конечно. Развели.